сегодня на завтрак яичница с помидорами салат и просто кофе чай у нас сегодня гастро день но мы в поисках воды нашли новые беседки которые наверное даже ни разу не видели у нас по плану сегодня много кушать отдыхать и в принципе просто расслабляться кайфовать наслаждаться и днем наслаждаться отпуском а не бежать в гору покорять вершину по крайней мере сегодня такой красивый вид набрели мы сегодня вечером придем домой заказали себе практически уже осетинский пирог будем кушать будем обсуждать еду обсуждать различия в местных предпочтениях вкусовых размерах порций ну и плюс какие-то такие другие основные моменты мы пришли к этому источнику но на капитальном ремонте отлично пойдем а уже уже август конец августа он до сих пор может следующего года ужас источник два года назад мы сюда ходили но когда пришли здесь по моему было закрыто но возможно мы просто не помним уже это место бутылки не отпускают 7 рублей за холодный я не знаю теплая вода минералка это конечно специфичное развлечение но полезное для здоровья по крайней мере особенно если это касается теплой город среди гор и здесь скоро откроется вкус и у нас откроется архитектура и вкуса самым необычным сейчас будет обзор у нас значит кухня со спивками Фисташка, мято, манго и чёрная смородина. Пахнет это всё просто реально. Самое интересное, что это реально халва. И она с окроплением неразийных фруктов, со вкусом которых она есть. Начинаем с фисташки. Аминта самая простая, наверное. Это смородина. Она ещё с ямельчика нет. Такая вкусная. Прям с ягодками. Вкусно? Мама, давай. И какая ещё у нас? Ещё осталась? Я не попробую. Халина со сливками и мято. Ой, да, клубника со сливками. А она такая вкусная. Как конфетка. Да, знаете. Как вот эти конфетки грузы. Да, кремка, которая пьёт. Мятная как будто с хвоёй. Мятная похожа на... На зубную пасту, наверное. Зубная паста. Прям вот паста-паста. А тут смотри, в ней какой-то фрукт. Что это? Я думаю, что это что-то типа помелло. Да. Это шикарно помелло. Это шикарно. Мы за вот эти... Тут килограмм халвы вышло. Чуть меньше килограмма. Поддали 5 рублей. 500 рублей. Сегодня очень красивый закат. Встарк. Единственное, не видно Эльбрус. Но... Это вообще всё равно. Это наш ужин. Ну, ну, не так. Просто лепашка. Мы приехали в Железноводск. Да, день второй. Мы приехали в Железноводск. И сейчас будем снова подниматься, карабкаться вверх. Поснимала? Да, вот. Как парк называется? Это просто парк. Просто парк. Да. Поднимаемся вверх. Когда-то здесь было всё очень страшненько. Но году в... В 18-м здесь всё это дело отремонтировали. И стало очень-очень солидно, прилично. Парк парком. Но когда вот мы поднимемся, пройдём чуть-чуть справа, вы видите, что там интересное. Да. Тоже относительно недавний ремонт. Это Лермонтовская пиларея. Там проходят различные выставки. Поднялись немножко повыше. Покажу беседочки. Такие зонтики, под которыми можно поселить. Тропиночки. Также есть такой, как это автобус называется? Экскурсионный электроавтобус, на котором можно поездить. И, конечно же, Александр Сергеевич Пушкин. Сейчас покажу, насколько он высокий, в принципе. Иди, вставай. Вообще, о чём мить? Там внизу, возле галереи, читают стихи, поэтов, различных писателей, произведения всё время какие-то играют. Вот лесенки. Эти лесенки ведут... Там есть мостик. Вот тут вот. И уже с этого мостика можно попасть на саму гору и отправиться в путь на восхождение наверх. Но сегодня мы этого делать не будем. Потом. Потом. Всё потом. Интересно же, куда без данного экспонента? Как это назвать? Экспоната. Они идут? Да. И показывают? Нет, я отвечаю. В прошлый раз они были цветами сделаны. Почему? Вот он мост. А это местная достопримечательность. В принципе, здесь очень много котов. Он даже не обращает внимания. Кс-кс-кс. Эй, дружище. Кисонька. Он кого-то ел? Да. Ты что-то там? Ты кого-то ел? Карта Железноводска. Она в парке. Здесь выглядит абсолютно иначе. Здесь прям вечеречеринец. Здесь есть город, гора. Да, вот тут мы поднимались в 2022 году, да? Да. Наверху, кстати, делать нечего. Мы поднимались с надеждой увидеть хозяйку горы железа. Да, но там, в принципе, наверху ничего нет. Такой погодник. 27 гранцев, влажность 54%. Есть приложение. Это кто-то выиграл какой-то грант. Парни какие-то молодые. Вон реклама включилась. Очень странная. Меня зовут Ферруху. Здесь не видно, но здесь карта звездного неба. Ну, вроде так. А вот дата 9 июля 1825 года. Открытие казенного лечебного парка. То есть, вот этот парк был открыт очень-очень давно. Вот мы сейчас спускаемся по ступенькам, в которых, конечно, я чуть не упала. Пойдем к моему одному из любимых источников, который выглядит безумно красиво, эстетично и потрясающе. Это уличный билет. Здесь, например, можно посидеть, попить водичку. Здесь вот два основания. Да. Вот здесь вода. А сама вот эта история 26 июля 1810 года, день основания города. А вот, смотри, вот она карта звездного неба. Это, по-моему, нарсан. Она теплая. Теплая, интересно, за счет того, что она просто так получилась. Я засняла это? Нет, я засняла, это не попало. Я не знаю. Сейчас посмотрим, может быть, в другом хранике другая вода. Горячая. Горячая? А может, она типа от более холодной и теплой? Я думаю, что я хочу сказать? Видите, да, таблички я вам показываю с датами? 20 мая 64-го открытия Смирновского билета, он находится выше, но вот это все, сделано из акрила. Слышишь? Да. Ты видишь, из чего это сделано? Из акрила. вот такое можно делать у нас. Но, к сожалению, у нас нет никаких билетов. пять вот таких арок, пять источников, и в каждом кране течет своя вода, абсолютно разная, от более холодной, наверное, к самой горячей. и еще маленький кит. Холосенький, такой он где-то шлялся. Смотри, мы вообще по барабану. мы пришли к одной из основных точек, это поющий фонтан, но по времени он поет в разное время, то есть чисто теоретически можно постоять, подождать, дождаться, и вода вся будет контейнировать под музыку. Сейчас мы подошли к основной каскадной лестнице, ради которой мы буквально приехали в этот город. Здесь есть интересная такая, как это называть? Да хоть как. Сказываю, сколько за рубль. Да, 172 калории, то есть если ты снизу поднимаешься наверх. И такая история есть абсолютно на каждом пролете. Вот то, о чем я говорила на каждом пролете. Сейчас спущусь, покажу. Еще вот она. Еще одна такая же. В прошлый раз это работало, это был фонтан. Красиво, все такое в золоте, в камне. Раньше вот это тоже был фонтан, и отсюда вода лилась по вот этим отсекам, так сказать, рядом с клумбами, вниз, вниз. И видите, угол оклона тоже такой достаточно приличный на спуске. И вот в эту точку все приливается. и у жабок изо рта тоже бьют фонтантики, которые центральные жабки спускаются. Сейчас покажу. Вот здесь раньше был очень красивый фонтан со львом. Билл очень красивый из пасти. сюда на Орел обязательно. И опять-таки тоже здесь Левушка бил фонтанчик. Памятник, как из фильма про Мэри Поппинса. Помнишь? Он там с рыбой обнимался, спасал ее. Старая каскадная лестница закончилась, и впереди начинается новая. вот такой ремонтик, уровень. Там дальше еще круче виды. Впереди билет, а старая каскадная лестница выглядит вот так наверх, если смотреть. Наконец-то рабочий фонтан. Видно, что новая флагка. Александр первый. Без Пушкина никуда в этих краях. То же самое касается Лермонтова. По-моему, вот эта улица или улица повыше называется как раз-таки Лермонтовская. Практически то же самое, что мы живем, только вот немножко иной город. Вот здесь уже все окончательно начинается и кончается старая и новая каскадра. И вот он Лермонтов. Завершаем им нашу фонтанную историю и отправляемся дальше. Путь по новой каскадке. финансовой фонтаную фонтаную отбавлене и фонтаную . Фонтаную кончане фонтаную фонтаную Это называется Девяткнига, на его подходе для детей вот такое различение фонтан из земли. И отмечается дорога, т.е. это, так скажем, финальное окончание старой капсадры и лестницы. Здесь различные стихи разных авторов, вот такие прям написано, Пушкин портрет, еще чьи-то портреты. Здесь очень развитая такая система на новой таскадной лестница продумана для людей с колясками для обычных людей, которые просто пешочком и ступеньком идут. Видно, да? Здесь обычные ступеньки и по диагонали для удобства сделано для колясок. Также вдоль новой каскадной лестницы идут подобные, как это назвать, билборды с различными мероприятиями, которые проходят в городе. То есть, видите, да? Вот-вот-вот-вот, прям на каждом пролете. А так выглядит наша цель на следующую поездку, потому что мы очень хотим на воздушных шарах, а если еще получится и на фестиваль, то это просто до слез. Озеро Курортное, а это а-ля набережная. Но это место, по-моему, уже ремонтировали в 2022 году, обустраивали. Вот здесь такой амфитеатр. Очередная серия Топиари. Он здесь укладывают в плиткой тропинки. Выглядит очень солидно, то есть раньше здесь даже и мечтать о таком было невозможно. Гора. Что за гора? То ли бык, то ли верблюд. В общем, в честь какого-то животного. Здесь, я так полагаю, какое-то кафе будет. Ресторанчик с видом на озеро. Называется Форест. И вот само озеро. Вот здесь следует снимать. Можно лодочки орендовать, казаться. Можно просто купаться. Вот там людей видно, что очень много. В этом месте, вот в этом, есть бесплатные лежаки, которые не надо не орендовать, не платить ничего. По этой стороне тоже есть ресторанчики, есть мостик прогуляться. Пахнет всё как ванаде, если честно. Шашлык, водичка. Сейчас мы переходим на остров. Ой, или падаем. Это мини-ферсия местных территорий, местных лоджавтов, где вот подписаны, например, показаны различные камни. А мы в прошлый раз-то просто не дошли до хозяйки. На уровне. Вот это сам Железноводск, Лермонтовская галерея, где мы проходили. Это дома, отели. Вот тоже у вас две чудовища спускались. И вот, собственно говоря, каскадная лестница. Она почти километр в длину. Здесь растут еще деревья. Вот, например, это гора Машук, на которую мы поднимались. Такой рельеф у нее. Вот еще. Это, скорее всего, без травы. Вот она, рыбка плавает. А тут буквально тут же вот покупаются люди. На сапах плавают. Куда без карты? Площадь раньше выглядела так. Сейчас она на ремонте, либо ее переделывают, чтобы она выглядела окончательно таким образом. А мы сейчас вот здесь. Вот тут. А, тут написано даже здесь. А с противоположной стороны можно порыбачить? Да, рыбачий порчал. Вот, кстати, здесь можно сполоснуться, помыться. И озеро очень сильно третет. Камни все вот эти очень сильно скользкие. Вроде бы видно. Все зеленые. Кстати, очень интересная бизнес-идель для детей. По всему кавказскому краю вот этому он находится. Располагаются вот такие эскалантеры. То есть платят денежку, и ребенок копается в песке на эскалантере. Мне кажется, это прикольно. Даже для взрослых это было бы интересно. Мы выдвигаемся на вокзал. Ориэл. Ну и, собственно говоря, вот так выглядит парк. Курортный такой озерцон. Тридцатка называется. Идем по дороге мимо санатория. Такие интересные балконы выхода на улицу. Красиво. Так и обычно по-сверетски. Это место, это парк Победы. И каждый город, если вам очень сильно лень, можно приехать на обзор, на экскурсию на автобусе. Он стоит это что-то около полутора-двух тысяч. Вместе с вами от 40 до 50 человек. И вот вы ездите, смотрите от парка к парку. По парку особенно гуляете. Такая, конечно, история. Это всего несколько часов занимает. Очень много подобных грязи, лечебниц, ванны в советском стиле. И рядом с ними находятся подобные архитектурные сооружения. Это вот, например, ионы серебра. И что-то около ионов серебра. Опять-таки тоже почему-то не работает в этот раз. Какой-то очень супер-мега крутой отель или гостиница. Что-то такое. Что это называется? Источник. Зашли в банкомат. Ну, банкомат находится в... Как это называется? Архитектурно-быстрочный центр, что ли? Дом искусства. Что-то типа филармонии. Выглядит всё так, как, наверное, Дуба. Какая-то подобная организация. Всё из камня. Такая улочка. Такие домики, как в Карлсоне. Английский стиль, как будто бы. Мы вернулись обратно. И зашли в ресторан, который посещали вчера. Нам очень здесь понравилось. И мы заказали себе два вида хачапури. Один по-анжарски, другой по-имегалински. И коктейльчики молочные. То ли с кокосом, то ли с бананом. Так, миски. И голубая лагуна. И голубую лагуну. Вот. Будем идти наслаждаться, отдыхать. Скоро принесут нашу киту. Мы уже такие голодные. Это просто кошмар. А ещё, к сожалению, к нашему квасу сегодня прекратили продавать раньше. То есть нам сказали, что его продают до 6. Время было 36. И ни одной бочки нигде не было. Нам уже принесли коктейли. Коктейль оказался кокосовый банан. Голубая лагуна. А уже попробовали. Это очень вкусно. А ещё я хочу себе такой стакан домой. Наши пузы. Это кокосовый банан. А это кокосовый банан. А это кокосовый банан. Паджарский. Надо перемешать всё. Да. Мы зашли в магазин, а здесь придётся маринованная рука. Охренеть. Пока были в магазине, увидела вот это, как в моём детстве. Подням кусок. Игла снатянула. Начнём с головы. Мы впервые за этой приездки вернулись домой за темно. Просто хочу, чтобы вы послушали эти звуки. Мы зашли в местный магазин, в кастрономчик. Взяли пахлаву. Тоже есть такая. Тоже с разными вкусами. Но нам не смогли объяснить, какая с какими. Выглядит всё очень красиво. Мы постарались взять всё разной формы. Так это всё выглядит. Интересно, какая с чем. Ну, понятное дело, что это что-то тесто с маслом, с мёдом, с орехами. Но визуально они все разные.